Всем привет! Сегодня покажу вам два недавних заказа. Они сделаны из очень похожих сайтов. Один был сделан с сайта iHerb, на котором я уже заказывала раз в миллион. А второй я сделала впервые с сайта Vitacost, который тоже, в принципе, похож на iHerb. Тоже там, в принципе, органическая косметика и всякие органические штучки. И тоже, по-моему, находится в Америке, но я в этом не уверена, так что, если ошибаюсь, поправьте меня. В этот раз я заказала совсем немножко вещей с каждого сайта, абсолютно на определенную сумму. Ну, в общем, давайте я вам все покажу и расскажу. Первый сайт, о котором мы поговорим, будет Vitacost. С Vitacost я заказывала впервые. Я знаю, что Vitacost, как и iHerb, работает по той системе, что если вы делаете свой первый заказ, и он свыше определенной суммы, то вы можете найти такой код-купон, или тут немножко другая система, но неважно, код-купон, и вам тогда дают конкретно на Vitacost свыше 30 долларов, вам дают скидку 10 долларов. Я с этим кодом-купоном гонялась, искала, у кого я могу его взять. Девчонки некоторые забыли мне его дать, в общем, неважно. Искала-искала, потом у кого-то в интернете нашла, взяла. В общем, код-купон, это очень странно, на самом деле. Это не просто никакой код, это какая-то ссылка, на которую вы нажимаете. Не какая-то, а это определенная ссылка, на которую вы должны нажать, по этой ссылке зайти на сайт Vitacost, под этой ссылкой зарегистрироваться на сайт и как бы сделать заказ. В общем, немножко такая тупенькая система, как по мне. В любом случае, я у какой-то девочки это нашла, все это сделала. Мне пришлось второй раз зарегистрироваться на сайте, потому что я была уже зарегистрирована. В любом случае, я получила эту скидку 10 долларов и сделала заказ ровно на 30, для того, чтобы мне сняли эти 10 долларов, тогда мой заказ стоил 20 и доставка у них безумно дорогая. До полтора килограмма 11 долларов. Мне кажется, немножко дорогая по сравнению с iHerb, мне показалось очень дорогой. И плюс мне на Vitacost не понравилось, что некоторые вещи, которые я покупаю на iHerb, на Vitacost они почему-то не посылают их за границу. В общем, странно. Но почему, в принципе, я зашла на Vitacost? Потому что я хотела купить свой любимый ацетон. Этот ацетон от Honeybee. Я его очень-очень люблю. Он на основе масел и, в общем, он очень хороший. Он мне очень нравится. Он отлично как бы справляется с лаком, только не с блёстками. С блёстками он вообще не справляется. Он отлично справляется с лаком. Он классно снимает, он классно увлажняет пластинку и ногтя, и кутику, и всё. В общем, замечательно-замечательно-замечательно ацетон. Я за ним его очень долго искала, потому что в прошлый раз я его покупала на iHerb. И на iHerb он закончился. То есть он вообще вот вышел там, написали, что его больше продавать не будут. И я увидела, что на VitaCost. И я сразу себе купила 3 баночки. Хотела вообще купить больше, я купила все 5. Хотела вообще купить на 30 долларов только его. Но если заказываешь свыше 3 баночек чего-либо, то вас могут остановиться на границе, когда приходит ваш продукт, конкретно, например, в Израиль. И могут сказать, что свыше 3 баночек вы, значит, будете это продавать. Как бы это уже, как там считается, продовольственное количество. В общем, я точно не знаю эти термины. Я как-то не рискнул, потому что у меня уже была такая история давным-давно. И заказала только 3. Заказала 3 баночки. В общем, у меня каждая баночка стоила, по-моему, по 6 долларов. Что-то типа того. Выходило у меня где-то 18 или 20. Ну, я не помню, по 6 чем-то. И для того, чтобы дополнить до 30 долларов, я купила себе вот такие 2 воды для лица. Цветочные воды. Это вода Orange Blossom. Я вам про это уже 100 раз говорила. А как оказалось, понимаете, я же очень умная, очень образованная девочка. Я все время думаю, как же называются эти цветочки этого цветения, этих апельсинов. Потому что здесь написано, что здесь есть вода и масло Oil of Orange Blossom. Но в скобочках здесь лейдиотов, как я, написано, что это называется нейроли. Или как правильно произносить ударение нейроли или нейроли. В общем, вы меня поняли. В общем, вот это и есть это на самом деле растение. Я купила эту водичку вместо термальной воды. И я уже настолько привыкла после того, как я умываю лицо и промываю лицо тоником. Вот так вот распрыскивать воду на лицо. И когда немножко она подсыхает, совсем чуть-чуть я наношу крем на влажное лицо. Я уже настолько к этому привыкла, что я без этого не могу. Что я могу сказать? Отзывы о ней на сайтах были не очень, но мне она очень нравится. Я вам уже это 100 раз говорила, что вот эта вот вода с этим маслом этого нейроли просто замечательная. Она отлично на моей коже работает. Это прям видно. Вот результат виден. Ну, сразу виден, понимаете? Когда что-то на вашей коже работает, и ваша кожа это пьет и любит, результат очень сразу виден. В общем, а здесь на самом деле, вы ее не видите, здесь на самом деле осталась вот столечка. Чуть-чуть совсем. Буду заказывать еще однозначно. А я знаю, что эта марка есть и на iHerb. Так что да, тоже стоила около 6-5 долларов. И второе я заказала тоже от этой фирмы. Это уже у нас ромашка. Да, тоже вода и масло ромашки. Еще пока не пробовала. Как интересно она пахнет. Давайте понюхуем. Как-то вообще никак не пахнет, потому что у этого есть очень сильный запах. Сильный запах именно этого масла, апельсинов. Кстати, вы знаете, что эти водички еще используются для приготовления какой-то определенной еды. Написано в отзывах и вообще написано на сайте, что это можно использовать в пище. Поэтому, а если это можно использовать в пищу, значит это, ну я думаю, что это вредит здоровью. В общем, это еще не пробовала. Закончу это и буду пробовать эту. Но вот это я просто вообще в полном, в полном восторге. И еще мне нравится, что здесь 118 миллилитров. Что она относительно, знаете, у нее расход медленный, но быстро. То есть она относительно быстро расходуется. И как бы она не надоедает. Ну мне в любом случае. Потому что большие бутылки, они мне со временем всякие такие воды и тому подобное начинают очень сильно надоедать. Ну в принципе, вот это и был весь мой заказ VitaCost. Он мне, как я уже вам сказала, стоил 30 долларов. По-моему, там 30-50 центов. И я его как бы получила эту скидку 10 долларов. И заплатила за посылку 11 долларов. То бишь у меня и вышла эта скидка, как бы оплатила мне посылку. Я не знаю, буду ли я еще заказывать с этого сайта VitaCost. Потому что, ну как-то не знаю, посылка это дорогая. Как не крути, дорогая посылка. И то, что некоторые продукты, на которыми я, например, пользуюсь, я бы там, может быть, покупала. Но они не посылают их за границу. Я немножко этого не поняла. Теперь заказ с iHerb. С iHerb я сделала маленький заказ. Я хотела, в принципе, несколько вещей попробовать. Вот я его и сделала. В этот раз я заказала вот такой вот тоник от Tives. Это тоник, почему-то он мокрый. Это тоник на основе лимона. Я вам рассказывала, что я люблю больше всего огуречный такой тоник. Он просто замечательный. Тут есть большой объем, 355 миллилитров. Он стоит около 8,5 долларов. В общем, это тоник из тех версий, которые идут с алкоголем. Сразу вам говорю, потому что тот, который с огурцом, он без алкоголя. Это да, с алкоголем. И он идет на основе и воды, и сока алоэ веры. И тут много разных всяких лимонных, очень много разного лимонного состава. Это разные-разные лимоны, и грифрукт, и апельсин, и лимон, и blackberry, как это называется? Blackberry, черника? Нет, да, черник, по-моему. Черника, в общем, что что не хотите. И также есть тут разные кислоты. В общем, этот тоник, как оказалось, я его только несколько раз попробовала. Но что мне в нем понравилось уже, то, что я приехала, недавно у нас была свадьба. Я приехала со свадьбы, в общем, знаете, как, сняла мицеллярной водой всю косметику. Умыла лицо умывалкой, и взяла тоник, думаю, ну попробую. Попробовала. И когда ватку держала в руках, вы не представляете, у меня ватка, знаете, сколько грязи еще вычистила с лица. Несмотря на то, что и мицелляркой я промыла, и умывалкой я промыла. В общем, просто отлично он вычищает лицо. Я не знаю, насколько он будет хорош с утра, но на вечер просто. Я в полном восторге была, честно вам скажу. Так что я пока, конечно, с удовольствием пользуюсь и утром, и вечером. А вот тут, кстати, написано, что тут есть. Blackberry. Значит, черника, наверное, да, лемонграсс, ромашка, апельсин, грейпфрукт и нитли. Что такое нитли, я понятия не имею. Не знаю, что такое нитли, нужно перевести. В общем, пока, пока вот четыре раза сколько я его попробовала, ну восторг, полный восторг. Потому что сейчас у меня есть его вариант, вот этот вот в розе, то есть не в розе, а с розой. И он мне не нравится. Но, как оказалось, я просто не люблю запах розы. Не то, чтобы он плохой этот с розой, просто запах розы это не мое, меня от него воротит. Вот тут просто, грубо говоря, воротит. Абсолютно мне не нравится. Поэтому его я так, знаете, утром мучаю свое лицо, пытаюсь пользоваться утром. Вот, но поэтому, в принципе, и купила новый, потому что я не знаю, насколько я еще буду этим мучиться. Но пока мучаюсь. Потому что как-то жалко, потому что, в принципе, он работает неплохо, как-то жалко выливать, что-то с ним делать. Но запах розы, фу, как же мне запах розы и не мою. И следующее, что я заказала на iHerb, было два чая. Вот такой вот чай Puca. И такой вот чай Paris, который от фирмы Harness & Sons. Вот такие два чая. В общем, не дешевый чай, я вам скажу. Но очень много слышала я о них позитивных вещей, и решила я попробовать. Значит, Puca это настоящая фука. Да, просто. Puca это ужасный чай. Он мне вообще не понравился. Вот такие вот просто 20 таких пакетиков. Это у нас, в принципе, органический кинамон. Ой, кинамон, нет, как же это называется? О, сейчас я буду переводить. А, топ, на английском говорю. Органик синамон, кардамон и джинджер. То есть джинджер, кардамон и синамон, это крит. Вот крит. В общем, я хотела, знаете, такого чая, рожденственского чая. Вот есть в Латвии, есть одна очень знаменитая фирма, по-моему, она называется Апсара. Да, по-моему, она называется Апса. Может быть, я ошибаюсь. Вы тоже исправьте меня, если я ошибаюсь. У них есть чай, который так и называется, рождественский чай. Зеемсвет Кутея. У них он такой, знаете, с таким ароматом, вкус. Прямо каждый глоток что-то новое открывается в чаю. Просто бесподобный чай. Я думала, что это будет что-то похожее. Потому что тут написано и джинджер, и корица. Я думала, все так откроется. Этот кардамон, или как он по-русски правильно называется. В общем, ничего не открылось. Запах просто потрясающий. Запах, когда пришла эта посылка, этим чаем пахла просто вся посылка. Но вкуса вообще никакого. Вообще вкус нулевой. Ну, просто нулевой. Какой-то вы пьете водичку с каким-то, не знаю, травкой. Ну, вообще нулевой вкус. Причем я пью с 12 лет чай без сахара. Я уже очень много лет пью чай без сахара. И мне непривычно класть в чай сахар или какое-то что-то сладенькое. И я люблю вкус чая. И вот просто никакого вкуса нет. Может быть, кто будет класть сюда немножко сахара, появится какой-то вкус. Но у меня вообще никакого вкуса не сложилось. Но зато он органический и тому подобное. Ну, в общем, не знаю. Он, по-моему, стоил... Сколько же он стоил? Ну, около 7 долларов. Ну, извините, за 7 долларов? Я не знаю. Я могу сходить в любой органический магазин в Израиле. Купить в пакетиках, которые делают чаи сами и с удовольствием наслаждаться, ну, нежели заказывать. Ну, и как? Я попробовала. Не буду никого винить. Ну, вообще, никому не советую, честное слово. Ну, не стоящий чай. Серьезно, вот за 6 долларов абсолютно-абсолютно не стоящий чай. И второй чай, что я купила, он тоже много о нем, я слышала на Ютубе. Упаковка, конечно, здесь красивая. Ну, что, что-то говорить. Это баночка. Потом ее можно использовать во что хочешь. Тут идут уже вот такие вот пакетики, похожие на Липтон. Да, на Липтон. Вот такие вот пакетики, они как сеточка такая. Это уже черный чай. Что у нас тут написано? Да, он просто черный классический чай с нотками лимона. На нем у меня сложилось впечатление. Он неплохой чай. Я не буду говорить, что он плохой. Он неплохой чай. Он черный. Я люблю черный чай. Я его здесь сейчас себе сделала. Сейчас вам покажу. В общем, вот так вот он выглядит. Я его с удовольствием пью. Что я заметила в этом чае, что он пакетик. Написано, что нужно 5 минут продержать. Вот эти вот листики потом так раскрываются внутри. Я этот пакетик, насколько вы видите, не вытаскиваю. Абсолютно не вытаскиваю. Кстати, этот чай, сразу вам говорю, с кофеином. И совсем, ну, как и черный чай. Продедущий он без кофеина и натуральный. Этот уже с кофеином и со всей ерундой. Поэтому зубы он будет красить. Этот чай, пакетик не нужно вытаскивать. Я его оставляю. Он не настолько крепкий. То есть он черный чай, но он не настолько крепкий и романтизированный. Нотки лимона очень чувствуются. Приятные нотки, кисленький лимон. В общем, в принципе, хороший такой черно-легкий чай. Кто мужчины, вот, наверное, кто знает, мужчины иногда любят такие дербкие черные чаи. Это не тот вариант. Это для женщин такой, не то что для женщин, для тех, кто любит такие легенькие черные чаи. Он неплохой, но он стоит 8 долларов. Я что-то не знаю, что я такие дорогие чаи купила. Я потом перевела это, сколько это в шекелях. Вау, это просто получается очень дорого. Действительно дорого. Но он, в принципе, неплохой. Я не знаю, буду ли я покупать его еще. Может быть, что-то все-таки я от этой фирмы, да, попробую другое. Не знаю, этот же, не этот же. Но, в принципе, он неплохой. Не могу ничего плохого о нем сказать. Если о том я ничего хорошего сказать не могу, то об этом ничего плохого сказать не могу. Это уже я четвертый пакетик выпила. То есть у меня уже такой вкус о нем сложился. Баночка, конечно, классная. Обязательно потом буду сюда складывать разные чаи. Я уже есть вводила такое место. В общем, баночка красивая. Ну, не знаю, если у вас есть лишние 8 долларов, и вы не знаете, что купить на iHerb, то попробуйте, в принципе. Думаю, тем, кто любит чаи, это будет интересно попробовать. И также на iHerb, когда делаешь заказ, тебе всегда пихают разные такие маленькие iHerb подарочки. В этот раз мне дали вот такую вот стирательную резинку от карандаша. И очень часто мне прислали вот такие вот маленькие ручки пишущиеся. В общем, я вам скажу, не пренебрегайте этими мелочами. Может быть, они мелочи никому не нужны, и кто-то из вас хочет выкинуть сразу в мусорник. Но вам скажу, что резинку я сразу отнесла на работу, потому что дома мы карандашами не пользуемся. Детей у нас пока нету. Но на работе я очень часто пользуюсь карандашами. Разные отметки делать. Она отлично работает. Очень-очень хорошего качества. Замечательно стирает. Она такая прорезинистая. Она из тех резинок, которые стирают, и прям такие, знаете, как бы трубочки резиновые остаются. В общем, замечательная резинка. Очень неплохой вариант. И ручки такие маленькие тоже не пренебрегайте ими, потому что они замечательны для женской сумочки. Во-первых, у них есть колпачок, что она никогда не растечется и ничего не почечет. И никуда она в дырку вам не засунется, если и не образует с собой дырку. Как многие ручки острые делают. В общем, замечательный маленький вариант. Я из тех девушек немного старого мировоззрения. Несмотря на то, что у нас у всех есть телефоны, я люблю, чтобы у меня в сумочке была всегда маленькая запишная книжечка и маленькая ручка для того, чтобы где-нибудь тут и там нужно было что-то записать. Потому что, ну, не всегда на телефоне все, что тебе надо, ты можешь записать. В общем, так что я вам просто хочу сказать, чтобы вы не пренебрегали этими мелочами. Иногда они очень даже полезны в хозяйстве. Ну что, вот такие были два мои заказика с органических сайтов. По поводу VitaCost вам хочу сказать, что я постараюсь вам тоже оставить этот линк, если кто-то из вас когда-либо захочет попробовать, а заказать, в общем, не знаю. Я вам оставлюсь, надеюсь, вы разберетесь. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Может быть, я вам подала какие-то идеи, может быть, какие-то новые продукты показала, о которых вы никогда не думали, что вам хочется бы попробовать. И сейчас вам захотелось попробовать. По поводу чаев, серьезно, от всего сердца вам не советую пробовать этот чай. Ничего особенного, просто будут деньги на ветер. Лучше пойти и купить, собственно, ручные сделанные чаи за те же деньги, и вы получите больше удовольствия, нежели за это. Видимо, тут за фирму берут, не знаю. В общем, я вообще не впечатлилась, хотя на YouTube есть по этому поводу какой-то определенный фурор. Но как-то не знаю, я этого фурора не особо поняла. Ну что ж, на сегодня все. Мы увидимся с вами очень скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!